Вот вид нашего РБУ, которое теперь закрыто. Не просто пыль, а пыль бетонная. Избавиться от неё в квартирах по соседству с растворным бетонным узлом было практически невозможно. Вот так рукой по столу провёл, прям, ну, дорога пыли. По стенке провёл, дорога пыли. Протёр, прям, на следующий день опять то же самое. Потом мы как-то уехали на 3-4 дня, нас не было. Мы приехали, такой слой бетонный, цемент был, что вот со стенки пришлось вот так вот сосклилать. Кроме того, было шумно. Люди буквально потеряли сон из-за этого соседства. Говорят, некоторые даже продали квартиры, потому что начались проблемы со здоровьем. Первоначальная земля была выделена под устройство там складских помещений, а затем началась торговля, продавали инертные материалы для строек. Щебень и песок завозили круглые сутки. В администрацию Лазаревского района собственников участка вызывали не раз. На беспокойное место приезжали сотрудники полиции, но точку в этом деле удалось поставить только после встречи с главой города Анатолием Пахомовым. Тут надо правовым путем идти. Ну, во-первых, надо в суд сейчас оформить, и чтобы сегодня было в суд передать на приостановку, потому что это в судебном порядке, пусть приостановят деятельность. Так и произошло. Работа растворно-бетонного узла остановлена. Договор аренды этого земельного участка расторгнут. Объяснили людям, что территория используется не так, как положено. Они этого не поняли. Но вот наши предприниматели, горе предприниматели, не понимают, что рядом стоят дома, что там живут наши жители. Нецелевое использование участка – такова причина расторжения договора. Как говорят лазаревцы, живущие поблизости, теперь они могут спать спокойно, и в переносном смысле, и в прямом. Это не первый, думается, не последний случай закрытия РБУ, которые размещались в жилых микрорайонах. Только за последнее время в других районах курорта закрыто несколько таких предприятий. На улице Тимирязева, Пластунская и в микрорайоне КСМ.